Здравствуйте! По СМСЧ-9 с 9 по 16 февраля работаем в штатном режиме по лечебно-профилактической работе. Госпитализировано стационар 160 больных в плановом порядке 64 в экстренном 96. Амбулаторная помощь приемным отделением оказана 93 больным. Выписано из стационара 146 больных, в том числе 21 детей. Родов за неделю 10, в том числе 2 сельских жительницы. Проведено в стационаре 38 операций в плановом и экстренном порядке. Это в хирургическом, травматологическом, гинекологическом отделении. По родильному отделению 5 операций. По объему скорой медицинской помощи закончили передачу на обслуживание под станцию экстренной помощи города Кривой Рог. У нас сейчас произошло полностью разделение. То есть уже вызова по скорой помощи обслуживает Криворожская станция скорой помощи. Но машины базируются у нас, персонал находится у нас. Но подчинение Криворожской. В городе Желтой Воды осталась неотложная помощь. Функция ее это оказание помощи при высоких температурах. Не при экстренных состояниях, назовем это так. Ну и обезболивание онкобольных. Ну и также, поскольку больница расположена на двух площадках, это перевозка консультантов, крови, анализов из родильного отделения и так далее. Возникла проблема по обеспечению неотложной помощи бензином. Совершенно нет средств на сегодняшний день в Минсанчасти для заправки автомобилей. Поэтому выходим, находим какие-то резервы. Но тем не менее вопрос остается открытым. Поэтому просьба с пониманием относиться жителей города, если будут просьбы оказывать благотворительную помощь для того, чтобы заправить этот автомобиль. Хотя, конечно, по сути, он работает на самые социально не обеспеченные слои населения. То есть это те же онкобольные, которых надо обезболить дважды в день иногда. И с этих семей еще просить денег, это очень-очень сложно. Но также обращаюсь ко всем руководителям предприятий, возможно, к депутатскому корпусу, кто нас слышит, чтобы понимали о том, что необходимо решать эти вопросы. При обращении за амбулаторной помощью за неделю зарегистрировано среди населения 461 случай ОРВИ, то есть продолжается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. В МСЧ и в организованных учреждениях введен режим карантина. По данным учета с МСЧ за прошлую неделю в поликлинике проведен профосмотр 10 граждан, прибывшим из зоны АТО, в том числе 8 взрослым. Двое получили амбулаторное лечение, один больной взят на диспансерный учет эндокринологом. На диспансерном учете с беременностью в женской консультации наблюдается семеро. Были госпитализированы двое, прибывших из зоны АТО, в хирургическом отделении пролечено. Всего в стационарном лечении на сегодняшний день находятся двое детей в детском инфекционном отделении и двое военнослужащих, прибывших из зоны АТО, в инфекционном и травматологическом отделениях. Еще буквально пару слов, чтобы было общее понимание по ситуации в больнице. Все уже знают о том, что недостаточное финансирование, вопросы остаются открытыми. Проводилось на прошлой неделе собрание трудового коллектива в связи с реорганизацией структурных подразделений, объединений, отделений, стационаров в отделении общихирургического профиля, отделении общетерапевтического профиля, закрытие туберкулезного отделения, закрытие хосписного отделения. Все эти мероприятия приводят к экономии в общей сложности. Удается сэкономить 3,5 миллиона гривен, что в принципе не решает проблем больницы. Остается открытый вопрос. Примерно еще 14,5 миллионов нам не хватает по прошлому году, если сравнивать при том, что уже цена, конечно, другая, на энергоносители, на бензин, на тот же, на медикаменты, на питание и так далее. Это не крик о помощи, это просто, чтобы было понимание у городской громады, у жителей и так далее, о том, что в какой ситуации на сегодняшний день находится больница. Очень сложно обстоят вопросы кадровые. У нас есть 20 терапевтических участков. Если мы перестроимся на работу даже на врачей семейной практики, общей практики семейной медицины, то на сегодняшний день есть 9 врачей, 9 врачей, которые обслуживают 20 участков, из них четверо пенсионеров. Для работы неотложной помощи нам необходимо 4,75 ставок врачебных, а на сегодняшний день есть 2 физических лица. То есть просто и работать некому, поэтому надо, наверное, задуматься городу о том, как привлекать молодых специалистов, там, жильем или чем еще. Но общая задача перед нами стоит, которую надо будет решать в любом случае. Продолжение следует...